Дубинка Токкеби Давным-давно в одной деревне жили два брата и их родители. Младший брат был очень добрым, а вот старший брат был злым и жадным. И вот однажды слой брат стал прогонять братишку из дома. Так и случилось, что младший брат и его родители стали жить в старом обветшалом домишке. Отец сильно переживал о том, что старший сын выгнал их из дома. После долгой болезни он умер. Младший сын теперь работал днем и ночью, чтобы в одиночку заботиться о матери. В перерыве между рубкой дров юноша присел отдохнуть под деревом лесного ореха. Вдруг перед ним упал с дерева плод. Ах, отнесу-ка я его лучше матушке. И вдруг с дерева упал еще один плод. Еще один лесной орех! Этот лесной орех, наверное, брату понравится. Но тут дерево сбросило на землю еще три-четыре лесных ореха. Ах, теперь и сам съем! Хотя нет, потерплю немного и съем вместе с матерью. Только юноша положил орехи в карман и собрался было пойти... Внезапно пошел дождь. Но вдруг юноша увидел что-то вдалеке. Пойду-ка я в ту сторону. Юноша постучал в ворота и попросил о помощи. Есть кто внутри! Я дровосек проходил мимо и попал под дождь. Откройте, пожалуйста! Юноша продолжал стучать, но дверь так и не открывали. Тогда юноша слегка толкнул дверь рукой. Она покачнулась и отворилась. Юноша осторожно прошел внутрь. Да, похоже, здесь никто не живет. Пережду дождь здесь. Юноша поставил тележку с дровами и зашел в дом. Ух, пронесло. Ах, как крепко я уснул! Дождь, кажется, стих. Пора идти. За окном стемнело. Юноша уже собирался встать, но тут услышал странный звук с улицы. Юноша взглянул сквозь щель на улицу. Не может быть! Это же чертики токеби! Юноша спрятался на чердаке. Оттуда он действительно увидел токеби с красными светящимися глазами. Ах, как хочется есть! Как насчет ребрышек? Ребрышки я люблю! Тогда чертики застучали дубинками по полу и с песнями пустились в пляс. Токеби, 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 токеби. Мы чертики токеби. Ребрышек хотим! Раз, два, три! Вау! О, чудо! На счет три и под стук дубинок действительно появились аппетитные ребрышки. Токеби, токеби, токеби. Мы чертики токеби. Лапши теперь хотим. Раз, два, три! Вау! Где это видано? Действительно, теперь перед ними появились блюда с аппетитной лапшой чапчей. Глядя на вкусную еду токеби, юноше тоже страшно захотелось есть. Вдруг юноша вспомнил о лесных орехах в кармане. Он аккуратно вытащил один орех и откусил. А, что это за звук? Кажется, это звук с чердака. Что же тут было делать? Вот-вот чертики должны были оказаться на чердаке. Тут юноша вспомнил рассказы матери. Точно! Матушка ведь говорила, что токеби исчезает с пением петухов. Кхм-кхм. Кокео! Кокео! Не петухи ли это кричат? Наверное, скоро будет светать. Скорее уходим! Ну вот, опасность миновала. Сколько вкусной еды осталось. Возьму-ка я что-нибудь для матушки. Юноша спустился с чердака, напрал еды и хотел уже было пойти, как вдруг увидел дубинку Токеби. Юноша положил дубинку в телегу с дровами и направился домой. Матушка, я пришел! Сынок, где ты пропадал? И тогда юноша подробно рассказал матери о том, что произошло. Это и есть дубинка Токеби? Да, матушка, взгляните! Токеби! Мы чертики Токеби! Ребрышек хотим! Раз, два, три! Перед ним действительно появилось блюдо из ребрышек. Откуда это? Минутку! Токеби! Мы чертики Токеби! Пусть золото появится! Глазам своим не верю! Сынок, неужели это кусок золота? Матушка, теперь мы можем не переживать о еде! Надо и брату об этом сказать. Как это случилось? Неужели ты обокрал кого? Услышав рассказ о дубинке Токеби, старший брат сразу заторопился в горы. Он подошел к дереву лесного ореха, о котором рассказал брат, и хорошенько его потряс. Несколько упавших лесных орехов старший сын положил в карман, а затем направился в пустой дом Токеби и спрятался на чердаке. Как только солнце зашло, в доме действительно показались чертики. Как и в прошлый раз, они весело пели, песни и танцевали. Токеби! Токеби! Кеби! Мы чертики Токеби! Пусть будут хлебцы Ток! Раз, два, три! Пусть будет мясо здесь! Раз, два, три! Вау! Вау! Пока Токеби пировали, старший брат с треском откусил орех, как об этом рассказывал его брат. Что это за звук? Тогда старший брат пропел голосом петуха, как научил его младший брат. Ку-ки-а! Ку-ки-а! Наверное, снова он. Это тот самый наглец, который украл дубинку. Токеби спустили с чердака старшего брата. Ты ведь украл нашу дубинку! Ну, сейчас мы тебе зададим жару. И черти хорошенько отколотили дубинками старшего брата. Спасите! Мы выпадаем! Спасите! С криком первых петухов Токеби исчезли. Со слезами на глазах старший брат кинулся в дом младшего. Ах, прости меня! Брат, мне не нужна дубинка. Возьми лучше ты ее. Я выгнал тебя из дома. А ты хочешь отдать мне такую бесценную дубинку, Токеби? О чем ты говоришь? У меня один старший брат, и мне для тебя ничего не жалко. Ах, братишка! Да, брат! Знаете, что произошло потом? С тех пор братья жили дружно и спорили лишь о том, чья очередь заботиться о матери. Редактор субтитров А.Семкин